Здравствуйте, это новости Дагестана, я Фатима Буталибова. И вот главная тема на сегодня. Когда санкции не страшны. Каспийский Дагдизель попал под санкционный список США, но оборонному предприятию это ничем не грозит. 100 тысяч рублей за молчание требовало молодой шантажисту жителя Карабудахкенского района. Теперь он дает показания в полиции. Детский садик «Долгострой». Почему в пригороде Махачкалы не успели к срокам сдать объект? Расскажем сегодня в выпуске. 16 команд из городов и районов Дагестана. Любительский турнир по волейболу на призы Муфтия Республики стартовал в Махачкале. Завод Дагдизель в санкционном списке США. Сергей Меликов прокомментировал попадание оборонного предприятия в Каспийске в новый пакет антироссийских санкций. Глава региона назвал это признанием роли предприятия в укреплении обороноспособности страны. «Мне кажется, это лучшее признание роли нашего завода в укреплении обороноспособности и в военной мощи России», – написал Меликов в своем телеграм-канале. Между тем, генеральный директор Дагдизеля Султан Ахмед Асалиев сообщил журналистам, что завод закупает комплектующие у российских компаний, поэтому санкции на производстве предприятия никак не скажутся. Тот случай, когда санкции на пользу. Дагестан в этом году ожидает рекордное количество туристов. Об этом сообщили в Министерстве туризма Республики. По словам главы ведомства Имена Мирданова, в настоящее время спрос на турпутевки и экскурсии значительно превышает предложение. Министр считает, что инвесторам нужно активнее вкладываться в развитие туристической отрасли региона. Напомним, по официальным данным, в минувшем году Дагестан посетили более 1 миллиона туристов. Это почти на 25% больше, чем в 2020 году. 100 тысяч рублей за молчание. Житель Махачкалы подозревается в вымогательстве. Злоумышленник получил доступ к диалоговым чатам, в которых содержались интимные фотографии жителя Корбудахкенского района. За неразглашение информации горе-хакер потребовал деньги. Однако желаемую сумму ему получить не удалось, так как был вовремя задержан полицейскими. Переслал к нему эти фотографии. И спустя некоторое время он мне пишет, сколько ты хочешь, чтобы эти фотографии ты удалил. И я в шуточной форме написал 100 тысяч рублей. Он мне сказал, дай мне чуть-чуть время, чтобы эту сумму собрать. После я приеду в Махачкалу и мы с тобой увидимся, я тебе эти деньги передам. Проходит неделя, он мне звонит, что он приехал в город и хочет увидеться. Буквально я им сказал, что вечером к нему позвоню. И вечером на эту встречу я не явился, так как меня там уже ждали оперативники. И буквально через два дня уже меня доставили в ладу. Почему дети не пошли в садик? Дошкольное учреждение на 120 мест в поселке Шамхал-Термен должно было открыть двери для малышей еще в ноябре прошлого года. Однако сотрудники регионального отделения ОНФ выяснили, что строительные работы на объекте не ведутся. Разобраться в вопросе вместе с активистами ОНФ на место выехали представители администрации города и наша съемочная группа. В этом двухэтажном здании еще с зимы прошлого года должен был раздаваться детский смех. Однако строительство было заморожено. Причин много, но основное несоответствие техническим нормам. По словам сотрудников городской администрации, тендер на строительство был разыгран еще в 2019 году. И за короткий промежуток времени требования к проектно-сметной документации перестали быть актуальными. Поэтому и процесс затянулся на 7 месяцев. Данный проект был взят из реестры экономически эффективных проектов Минстроя РФ. И он был привязан к местности в 2019 году. То есть сегодня у нас уже на дворе 2022 год, а требования санитарных норм, требования строительных норм, они меняются из года в год. Проблема, она систематическая. Мы с ней сталкиваемся на всех объектах в нашем городе. Это порядка 13 объектов возводимых и уже возведенных объектов. Часть этих проблем связаны с некачественным исполнением инженерных изысканий, инженерно-геодезических. Здесь проектная документация, в которой указана ровная строительная площадка, она не соответствует действительности, потому что здесь имеется естественный уклон в пределах 5 метров. Поэтому там тоже были определенные свои задержки из-за изменения проектной документации и до финансирования в части завоза грунта. Также сталкивались проблемы подтопления подвальных помещений. Опять же мы возвращаемся к исходным данным, то есть изыскания и проектной документации, в которой не были предусмотрены дренажные системы водоотведения из-под фундамента. Тем не менее, к моменту приезда комиссии строители на объекте были. Здесь уже успели заменить подрядную организацию и теперь работы идут без простоя. По словам ответственных лиц, на сроки реализации повлияли также отсутствие рабочих в период пандемии и подорожание стройматериалов. Определенные проблемы технического характера, в результате чего почти 6-7 месяцев работы фактически не производились на этом объекте. Они были связаны в первую очередь с пандемией, к сожалению, с удорожанием материалов, и со всеми вытыкающими оттуда последствиями технического, финансового характера. Поэтому мы сегодня вышли на объект, вы видите, как работы производятся. И могу сказать, это не к приезду Народного фронта, а на самом деле фактически работы возобновились в полный ход. И они будут сейчас усиливаться. Ранее установленную крышу строителям приходится разбирать. За момент простоя каркасные балки подгнили. К сожалению, вот до приостановки работ обречетка, которая была выполнена на кровле, она осталась без соответствующего покрытия, и деревянные конструкции потемнели. Мы, согласно всем строительным нормам, мы обязательно должны это все заменить. Вот сейчас идет полностью разбор кровли, и они заново начнут ее собирать из уже как бы нового материала. Сегодня вот приступили к разбивке ограждения. Сегодня вот они приступают, выкопают фундамент, и завтра начнут, завтра уже начнут заливку. Одновременно вот идут работы по установке окон, и сегодня они еще должны выполнить работу, должны начать работу бригады электриков. Специалисты заверили, что работы завершат к 15 июля текущего года. Члены регионального штаба Общероссийского народного фронта обещали держать ситуацию на контроле. Надеемся, что работы опять не затянутся, и дети наконец получат нормальные условия для дошкольного образования. Мне понравилось, что сегодня на данном объекте не просто происходит что-то, а даже соблюдаются нормы трудовой и безопасности строительной. То есть все рабочие в касках, как положено, в форме. И я надеюсь, это связано не только с работой Общероссийского народного фронта, но и с тем, что сами подрядчики решили, что объект надо сдавать и объект надо заканчивать. На сегодняшний день в Махачкале в очереди на зачисление в детские сады числится около 20 тысяч детей. Несмотря на это, строительство пусть даже одного детсада всего на 120 мест в пригороде имеет большое значение. Лариана Шемхалаева, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Призер Всероссийской Олимпиады школьников по химии, ученик 9 класса Махачкалинского лицея номер 22, Расул Ифиндиев вернулся в Дагестан. В аэропорту его встретили министр образования и науки республики Яхи Абучаев, родители, преподаватели и одноклассники. Расул Ифиндиев стал одним из лучших среди 300 финалистов со всей страны. Ну, победить на Всероссийской Олимпиаде достаточно сложно, я стал призером. Там требуются знания не только школьные программы, очень глубинные, но и отчасти вузовской программы первого-второго курса. Меня химия поразила своей красотой, когда я ей начал глубленно заниматься, но вот просто она меня заинтересовала и я ей начал заниматься. И я был просто поражен ее красотой, а к ней все логично. И вот хочется в нее дальше углубляться и вот именно ей заниматься в будущем. Он очень целеустремленный, он для себя поставил цель. Он обещал мне, что вот он обязательно на Всероссийском этапе будет выглядеть достойно. Цель он свою оправдал, я считаю, он добился максимального успеха. Будем ждать дальнейших его таких вот побед. Я думаю, что у него все еще впереди, он молодец, он старательный, целеустремленный. У него очень такой вот развитый логический подход к решению задач, в частности по математике. Это ему очень сильно помогает при решении задач по химии. Всегда на стражу порядка. В республике стартовали мероприятия, приуроченные к предстоящему дню войск Национальной гвардии. Праздничный концерт прошел накануне в историческом парке «Россия. Моя история». Военный оркестр исполнил композиции для семей погибших военнослужащих, ветеранов, а также школьников-активистов молодежных патриотических организаций. 211 лет образования войскопроводка и 6 лет образования Росгвардии. Мы совместно с общественными молодежными организациями, это юно-армейцы, волонтеры Победы и другие, проводим мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи. И в рамках этих же акций мы выражаем свою гражданскую позицию, именно наши молодежи, тем событиям, которые проходят на территории Украины. Это проведение специальной военной операции. И хочется поблагодарить всех жителей республики, наших земляков, которые, участвуя в этих патриотических акциях, оказывают нам моральную поддержку именно тем ребятам, которые сейчас находятся на передовой. Оркестр у нас исполняет в основном все музыкальные произведения, которые направлены на, связанные с патриотизмом, да, вы слышите исполнение разных времен, да, то есть и советского времени, и современного, для более воспитания нашей молодежи в духе патриотизма. Магачкале прошел большой республиканский турнир по волейболу на призы муфтия республики шейха Ахмадафанди. В нем приняли участие районные и городские команды Дагестана. Открытие турнира посетил наш корреспондент Карим Даниев. Волейбол в Дагестане любили всегда. И в горах, и на равнине нет такого поселка, где отсутствует площадка, разделенная по центру сеткой. Пусть в профессиональном волейболе пока мы только во второй лиге, зато среди любителей мы всегда задавали тонн на различных соревнованиях. 16 команд из городов и районов республики, приехавших в Махачкалу, лишние тому подтверждение. Такие масштабные любительские турниры по волейболу в республике проходят нечасто. Поэтому трибуны спорткомплекса автодорожного колледжа были забиты до отказа. Среди болельщиков и много известных спортсменов. Спорт сближает и объединяет, уверены организаторы турнира. В планах проведения подобных соревнований и в дальнейшем. В первую очередь, такие турниры, площадки дают возможность братьям собраться, увидеться, укрепить вот эти братские узы. Конечно же, это пропаганда здорового образа жизни. Для подрастающего поколения мы знаем сегодня, сколько современностей вызовов, особенно среди молодежи. И поэтому необходимо показать, что сознательная, здоровая часть общества, как развлекается, как занимает свой досуг. И этим самым как бы стимулировать, мотивировать подрастающие поколения, тоже в том числе, вот к здоровому образу жизни. Также в прошлом году здесь же в этом зале был проведен масштабный турнир по настольному теннису. Он будет еще раз проведен, и другие турниры, иншалла, замечаются. В ближайшие два дня волейболисты выявят лучших на групповом этапе. Далее по две сильнейшие команды выйдут в плей-офф, где игры пойдут на вылет. Команда-победитель турнира заберет 150 тысяч рублей, а занявшие второе и третье место получат по 120 и 100 тысяч рублей соответственно. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Дагестане пройдет уникальный забег от команды Wild Rail. Маршруты проложены через ущелья, пики и плато со старыми аулами. Всего четыре дистанции от 15 до 120 километров. Спортивное мероприятие состоится 26 и 27 марта. В нем может принять участие любой желающий. Для взрослых более экстремальные условия, а для маленьких участников предусмотрена детская дистанция и награждение – медаль на финише. Каждый участник всероссийского забега получит пакет с сувенирами и подарками от партнеров мероприятия. Дагестанский боец Устармагомед Гаджидаудов оспорит чемпионский титул Лиги ACA. Завтра в Грозном он встретится с Абубакаром Вагаевым. Поединок за пояс в полусреднем весе возглавит 136-й турнир Лиги. Этот бой должен был состояться в феврале. Но действующий обладатель титула Абубакар Вагаев заболел коронавирусом. Гаджидаудову 30 лет. Он боец столичного клуба «Дагфайтер». Сейчас спортсмен идет на серии из четырех побед к ряду. Всего за его плечами 14 успешных поединков в ММА. Также в рамках турнира в Грозном свои бои проведут еще трое дагестанцев. Салемгири Расулов, Расул Мирзав и Курбан Гаджиев. И к этому часу у нас все. Оставайтесь с нами.